Привет! Сегодня я хочу тебе рассказать, вернее напомнить о том, что ты уже давно глубоко в своем сердце знаешь. Это тема любовь. Многие люди спрашивают себя, особенно когда происходят конфликты в отношениях или как-то в жизни, почему нас Бог любит, как же любящий Бог может мне это причинить и прочие и прочие такие вопросы. Дело в том, что глубоко в своем сердце ты знаешь, что любовь, она есть, ты это знаешь. И если мы посмотрим, от чего произошло слово любовь, то мы поймем, что это составная. Люди, Бога, верующие. То есть, любовь. Веришь ты в Бога или нет, сейчас здесь не важно. Главное, что глубоко в своем сердце ты знаешь, что любовь есть. И зная, что любовь есть, многие называют Бога, что Бог есть любовь. Пойми одно. Дело в том, что в корне любой религии лежит информация, что Бог... Не то, что лежит информация. Любая религия говорит о том, что Бог вездесущий. Независимо от религии, ты найдешь это. Но если Бог вездесущий, или любовь вездесущая, то становится вопрос о добро и зло. Но если ты немного интересовался религиями, то ты знаешь или слышал о первородном грехе. И первородный грех это и есть то, что человек сделал, не послушав Бога. То есть, он захотел познать добро и зло. Так вот, если Бог вездесущий, то значит, он и добро и зло. И если ты знаешь, что любовь в тебе, ты чувствуешь всегда, когда ты что-то принимаешь, то можно из этого сложить и почувствовать, что для тебя любовь в корне это приятие. Это то, что тебе приятно. Это то, что когда ты принимаешь, тогда ты любишь, если тебе что-то нравится. Ты тогда говоришь, я это люблю. И дело в том, что в отношениях человек, с которым ты имеешь отношения, ты в нем просто можешь видеть Бога. То есть, в нем есть эта любовь. В нем есть и то, что ты принимаешь, и то, что ты не принимаешь. А посему, если ты принимаешь его таков, какой есть, ты находишься на пути к своему глубинному знанию, к Богу, можно сказать. И поэтому очень важно научиться глубинно принимать человека такого, какой он есть. Это не значит, что поверхностно я такой, одеть розовые очки и говорить, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, как аформацию. А замечать, откуда у тебя происходит неприятие. Оно происходит в тебе, это чистоты генерируешь. Посмотреть, что ты не можешь принять в этом мире, что ты не можешь принять. И принимать или все приятия, это не значит совсем соглашаться и не пробовать что-то улучшить или изменить. Хотя на тему улучшить есть тоже много, что можно рассказать. Но глубоко внутри ты знаешь, что любовь, любовью ты называешь то эмоциональное состояние, когда тебе внутри сладко, когда ты принимаешь что-то, возлюбленные. В этот момент ты говоришь, я тебя люблю, потому что тебе очень приятно с ней быть. Тогда ты говоришь, я тебя люблю. Когда она тебе скажет что-нибудь такое, то, что тебя даст поддыхло, то ты думаешь, вроде не люблю. Но дело в том, что любовь внутри в тебе, глубоко в тебе, это не значит, что закопано. Просто открой этот потенциал. Смотри на то, что ты не принимаешь. Ищи истоки этого, почему ты не принимаешь это. Так как Бог вездесущий. И добро, и зло. Это человеческое восприятие. Это и есть тот первородный грех, который ты можешь превзойти. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok